здравствуйте друзья с вами вяткин александр и это канал команда гост плюс если почитать комментарии под моими роликами о гофре то можно без труда найти людей которые пишут что я все вру гофра не спасает никаких механических повреждений да еще до кучи сама прекрасно горит это утверждение возникает потому что как правило со зрителями из глубинки начинающими специалистами мы к сожалению разговариваем на разных языках да так часто бывает то что для меня ясно как божий день кому-то может быть абсолютно непонятно так и возникает все это ворчание о том что гофру можно раздавить пальцами и никакой механической прочности она не придает от счастливых обладателей гофры вторичной переработки из ближайшего сельпо сегодня я хочу закрыть этот вопрос сравнив конкретного производителя гофры с тем ширпотребом которым завалены все рынки нашей страны чтобы не тянуть резину скажу сразу сегодня мы будем испытывать легкую гофра трубу из поливинилхлорида от компании групп и я постараюсь наглядно показать и рассказать от чего нам нужно защищать кабель и как в этом деле нам поможет качественная гофра труба сравнении с некачественным кстати говоря производит эту гофру как и многие другие продукты и в россии недалеко от тулы я уже дважды успел побывать на заводе и в лаборатории компании ну а я начну с того зачем нам вообще защищать кабель ведь многие скажут что кабель и так имеет оболочку плюс тот же concord например еще имеет своем составе наполнитель но вот в чем проблема любые характеристики кабеля будь то противопожарные свойства или срок службы определяются только для целого не поврежденного изделия с учетом правильных методов прокладки и условий эксплуатации если вы проложили кабель как курица лапой можете не сомневаться никакого 30-летнего срока службы кабеля вам не видать да я постоянно читаю комментарии людей у которых советская проводка проработала сто пятьсот лет и ничего ей не стало но я хочу заострить ваше внимание на том что советская проводка и современный монтаж соблюдением норм безопасности это абсолютно разные вещи и обеспечить 30-летний срок службы современной проводки и советской это совсем не одно и то же и мы обязательно снимем подробное видео где разберем все нюансы этого вопроса ваше дело только подписаться на канал и немножко подождать и так от чего же мы кабель защищаем во первых уже во время монтажа при его раскладке разматывания монтажники могут банально на него наступить или уронить инструмент плюс не забываем что кабель нужно протянуть через проходки в стенах края которых могут быть довольно острыми случаев когда кабель уничтожен еще на этапе монтажа просто миллион можете найти на ю тубе любой обзор кривого монтажа и там эта проблема будет одной из первых а мы давайте проверим спасет ли хорошая гофра от стада баранов на объекте как видим второсортную гофру я действительно легко могу раздавить пальцами одной руки и тут становится понятно откуда столько негативных комментариев о механической защите теперь давайте возьмем правильную гофру от и ягруп пальцами я могу разве что оставить небольшие отметины на ребрах жесткости но я же сказал что на кабель могут наступить ну так давайте наступим как видим появилась лишь небольшая деформация и несмотря что это легкая гофра а вешу я 90 с небольшим килограмм она не сплющилась и отлично защищает кабель от неаккуратных монтажников кстати да для тех кто не знает пвх гофра предназначены для прокладки внутри помещений бывает трех типов легкая тяжелая и сверх тяжелая последние две приближается по своим свойствам к металлу рукаву но пока меня не обвинили в подтасовки и в том что я подсунул на тест тяжелую гофру вместо легкой скажу на момент съемки видео компания групп вообще не выпускает гофру тяжелого типа ее производство еще пока только в планах и этот факт вы можете легко проверить к этому пункту еще отнесу тот факт что для кабеля очень важен такой параметр как минимальный радиус изгиба и хорошая жесткая гофра объективно мешает нерадивому монтажнику свернуть кабель в бараний рог ладно с этим думаю понятно допустим что у нас на объекте абсолютный порядок монтажники ходят на цыпочках а весь инструмент у них привязан и не падает но как только монтаж закончится на объект заходят маляры и поверьте когда малярам нужно прошпаклевать и оштукатурить стены под покраску последнее что их волнует это ваши драгоценные кабели я уже не говорю про любителей проложить электрику до штукатурки это вообще камикадзе о том почему мы делаем монтаж исключительно после штукатурки у нас есть отдельное видео ну и дураку понятно что когда есть риск что по вашему кабелю пару-тройку раз полоснут шпателями лучше если он будет в гофре чем без как видим гофро атех вполне достойно противодействует шпателю в отличие от ноуны ну да бог с ними с малярами и электриками представим что мы стояли весь ремонт у них над душой и контролировали каждое движение что теперь к наш кабель в безопасности и защиты ему больше не нужна как бы не так далее в дело вступают высшие силы на которые мы не можем повлиять естественная усадка штукатурных смесей малейшие смещения строительных конструкций и трещины очень серьезно снижают срок службы кабеля да дорогие друзья если кабель не порван на британский флаг это еще не означает что он полностью исправен любые растяжения оболочки кабеля приводят к увеличению естественных утечек что через пару десятков лет просто может свести с ума установленные в квартирном щите узо и это только механика но против нас работает еще и химия у нас на канале есть отдельное видео где подробно описал процесс и последствия взаимодействия пластификаторов в оболочках кабелей со штукатурными смесями она тут подробно и останавливаться на этом не буду кому интересно лучше посмотреть оригинал отвечу только на самый популярный вопрос к тому видео многие писали дескать гофра как и кабели имеют общую основу из поливенилхлорида почему тогда кабели могут вызывать проявление полос на стенах а гофра нет дело в том что реакция проходит не с самим пвх а с пластификаторами которые обязательно присутствуют в оболочке соответствующих нормам кабелей типа ввг нг лс гофра же как минимум производству ягру пластификатор в своем составе не имеет грубо говоря это только поливенилхлорид имел а гибкая она становится благодаря форме они химическому составу ну и в этот же пункт я добавлю прокладку кабелей внутри конструкции с металлическим каркасом например перегородок с гкл таким конструкциям я бы вообще запретил подходить без гофры на километр так как любая мало-мальски острая кромка на большом отрезке времени обретает свойства лезвия такие конструкции очень восприимчивы к вибрациям и любое соседство кабеля с металлической кромкой течением большого количества времени может привести к тому что оболочка будет прорезанной и кабель вовсе закоротит ну и в заключительном пункте я хочу дать хороший ответ всем комментаторам для которых механическое повреждение это когда просверлили перфоратором а все остальное ерунда вы удивитесь но от перфоратора гофра тоже защищает разумеется бурно скаку гофра не остановит но она имеет одно свойство которое я открыл для себя случайно когда мы снимали видео о сменяемости проводки его кстати многие из вас не смотрели она тоже тут нашей задачей было просверлить проложенный в гофре кабель чтобы потом снять его замену на видео но все пошло не по плану даже специально целясь кабель благодаря пустотам внутри гофры и за ней мне удалось просверлить его только с пятого раза кабель каждый раз уходил в сторону от бура и все что мне удавалось это только поцарапать оболочку из-за этого нам пришлось полностью переделывать работу и снимать второй дубль так что гофра вполне может противостоять перфоратору но если это в итоге не удастся то при наличии натяжных потолков замена кабеля не станет для вас большой проблемой вот только не надо писать что существуют детекторы проводки всегда можно ориентироваться по розеткам где нельзя сверлить это все не работает кабели умудряются просверлить даже потолочники прекрасно видя в каком месте они входят стену присутствие идиотов настройки никто не отменял ну и осталось у нас последнее утверждение что пвх гофра горит и может стать причиной распространения пожара как я уже говорил состав пвх гофры несравнимо проще чем состав оболочки кабеля и по сути гореть там просто нечему конечно на ваших экранах совсем не гостовский тест и проверять материал на поддержание горения таким способом глупость на что только не пойдешь ради своих любимых подписчиков ну а люди у которых в похожих условиях горела именно пвх гофра либо жгли ее в бочке с бензином либо перепутали с гофрой из пнд для заливки в бетонной уличной прокладки либо купили такую дикую дичь за производство которой нужно отрывать руки справедливости ради даже образец ноу-нейм гофры у меня не загорелся ну а вывод из всего вышеперечисленного такой даже обычную гофру нельзя просто не глядя купить на ближайшем рынке любые материалы нужно уметь выбирать чтобы их использование действительно приносило пользу а не было бесполезной траты денег и нервов на этом у меня все не забудьте поставить лайк подписаться и заглянуть нашу группу вконтакте качественных вам материалов и безопасного электричества с вами был вяткин александр команда гост плюс